Итак, друзья, ну опять Алексей Осипенко, школа бизнес-тренеров. Я продолжаю искать бриллианты на тренинговом рынке, которые попадаются мне вот по мере всяких тусовок. И вот Алексей Макаров. И, в общем, я такой красивой подачи, такой четкой презентации артистизма на сцене еще не видел, даже в своих записях, когда я смотрю. В общем, красавчик. В двух словах о себе, а потом главный мой вопрос, как ты начинал и как дошел до первых денег. То есть, как решил стать тренером, кем был до этого. Потом, как стал и как дошел до первых денег именно в продаже тренингов. Алексей, ну, во-первых, такая презентация, это просто фантастически. То есть, то, что меня назвали бриллиантовым, это уже поднимает мой статус, и мне это приятно. Спасибо большое, тем более такую оценку получить от тебя, это просто здорово. Спасибо, Алексей. Значит, меня зовут Алексей Макаров, я бизнес-тренер. Я около 15 лет занимаюсь этим бизнесом, и это свое профессиональное образование, бизнес-тренера, я получил в работе международной консалтерной компании. Именно там я стал тренером и консультантом. Если, также я один из ведущих преподавателей высшей школы экономики. Как я начинал? Да, то есть, как ты начинал? Как ты начинал? Что меня интересует? Не как ты учился, а как ты заработал первые деньги на тренингах, обучая компании. Вот даже не получая зарплату высшей школы экономики, это как бы ок, то есть понятно. Ну, типа непонятно, но это другая история. А вот ты решил продать свои знания какой-то компании, и как это было? Я бы все-таки, Алексей, сказал о том, как я научился быть тренером. То есть, я бы все-таки это отметил. Давай-давай, да-да-да. Ты же отметил бриллиантовый, то есть, как получается подача и так далее. Хорошо, да. То есть, две вещи, которые сыграли большую роль в моем становлении. То есть, первое, это безумно огромная практика в работе с безработными. То есть, я бесплатно работал очень длительное время, проводил тренинги для безработных, то есть, в центре занятости. В центре занятости. В центре занятости. Вот представьте, безработные, которые не хотят работать, просто не хотят работать. Ты их еще учишь, как что-то делать. Но их надо учить. И они для галочки ходят на эту учебу. То есть, соответственно, они тебя в принципе уже так воспринимают. И их нужно как-то было расшевелить, как-то нужно было сказать, слушайте, ну давайте. И вот я помню первые, когда раз я перед ними выступал, мне прям слезы текли. Ну, потому что я там пытаюсь и это, и это. А они сидят, типа, на носу ковыряют, типа, что ты тут хочешь? Ну, там, когда уже на сотый раз я уже стал проводить тренинги, я уже делал так, что они все мне аплодировали и были счастливы, да. Супер, все, прям паркуем идеи. Преподавайте где возможно, бесплатно, не бесплатно, ну, бесплатно, где возможно пока. Это Тони Робинсона, моего героя, цитирую. Говорит, чтобы научиться, я 12 тренеров в неделю проводил в какой-то момент времени. Да, я хорошо говорю в итоге, вот, да. Только, только, только вот эта практика, 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 еще раз практика. Ну, и второе, то есть, на что она меня повлияла, то есть, это я смотрел очень много американских тренеров. Я учился в Америке и я видел там вот этих американских тренеров, именно которые умеют эмоциями подавать, жестами. То есть, вот, конечно, это была большая школа для меня. То есть, вот это международный взгляд на тренерский бизнес. Потому что в Америке конкуренция в разы выше, чем в России. И там, конечно, дерутся за это. Да, ну, вот тут в чем, как бы, сложность, да, моего месседжа. Вот это, конечно, история уникальная. Мы не можем взять это и там в режиме сотни, сотни тренинг-тренеров повторить. Но вот однажды ты вот такой молодец, оказался в России, российский рынок. И вот все-таки, как до денег? До денег все шло. С кем ты разговаривал, как ты их искал или ищешь клиентов сейчас? Да. До денег шло не так все легко и быстро. То есть, проводил очень много тренингов, вот бесплатно, как я уже сказал. И так, сначала начал выходить уже на бесплатные тренинги для каких-то предприятий. То есть, делал короткие тренинги, чуть побольше тренинги. То есть, я их делал очень много. Потом я брал очень маленький гонорар. То есть, когда там все брали условно 50 рублей, я брал 20 рублей. То есть, моя задача была, то есть, я для себя поставил целью, это то, что я должен просто начать это делать. И поэтому я продавал себя за очень низкие деньги, хотя чувствовал, что это плохо, тяжело, там, морально, физически и так далее. Но я это делал. Это было основное. И постепенно, то есть, когда я начал уже нарабатывать клиентскую базу, то есть, я начал себе повышать уже цену и свой гонорар. И начал его увеличивать. То есть, только вот таким образом. Первая модель бесплатных презентаций. Да, две пользы. Вы и тренируетесь, и вы, как бы, знакомитесь или утепляете клиента. Замечательно. Но все-таки, чтобы куда-то поехать бесплатно кого-то тренировать, что ты делал? Как тебя приглашали бесплатно тренировать, ну, вот, не знаю, в этот вот завод, там, гилерский центр? Да, у меня три способа продажи, то есть, себя. То есть, первый способ продажи – это рекомендации. То есть, меня рекомендуют, то есть, у меня много знакомых, я ко всем обращаюсь, прошу, чтобы меня рекомендовали. То есть, для меня это просто норма жизни. То есть, я регулярно открываю, не регулярно, а каждый день открываю свою записную книжку, своих друзей и знакомых, и прямо по списку обзваниваю. То есть, моя задача – звонить знакомый, говорить, что ты бизнес-тренер. Я напоминаю им, что я уже бизнес-тренер, то есть, потому что многие уже это знают и не раз уже это слышали. То есть, я им напоминаю, говорю, слушай, что-то ты мне не рекомендовал давно, почему бы тебе не поработать. Активные продажи по своей некой базе. Некой базе, да. Это первое. Чтобы не казалось, что рекомендации – это пассивная продажа. Это активная продажа, но не совсем холодная. Ну, причем это такая двухходовочка, когда ты звонишь одному, продаж другому. Да. Тут еще, окей, так, раз, еще. Второе, то есть, это публичные выступления на различных мероприятиях. То есть, вот мы сейчас находимся на переговорных играх в Казани, и я здесь, мое публичное выступление. То есть, эти публичные выступления помогают мне находить аудиторию, то есть, знакомиться, общаться и продавать себя. Это вторая составляющая. Но от себя хочу отметить, что сегодня этот канал становится все хуже, хуже, хуже и хуже. То есть, он меняется этот канал продаж и дает гораздо меньше покупателей, чем было это раньше. И третий у меня канал – это обыкновенные холодные звонки. Ты звонишь? Ты звонишь сам или кто это звонит? Раньше я звонил сам. Сейчас у меня отдел продаж, то есть, у меня есть два продавца. У меня есть менеджер, который базу мне готовит, тех клиентов, которым я хочу работать. И я с ними работаю. У меня ежедневные летучки с моими продавцами, они меня продают. То есть, вот такие моменты. Супер. Вот все, о чем мы и говорим. Так что, кто в сотне, давайте уже живее продавайте. Кто сомневается или думает, пора заходить, заходите. Рынок пока что достаточно пустой в плане тренеров. Когда мы соберемся на конференции, кажется, у нас много. На самом деле, на сколько там, 10 миллионов хотя бы риэлторов, да. Ну там, 100 более-менее вменяемых тренеров. Вот. А не говоря о огромном другом рынке, где и таргетированных тренеров почти нет, и вообще их мало достаточно. Кто бы вам чего не говорил. Ну все. Алексей Сипенко, Алексей Макаров. Супер. Благодарю. Спасибо. Спасибо.